Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разворот». Меня зовут Анна Смирнова, и сегодня у нас в гостях психолог британской школы в Латвии Инга Берзиня. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Напомню, что вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Подключайте, задавайте вопросы, можно также писать нам в WhatsApp 230 6191. Мы поговорим, наверное, сегодня о насилии среди детей, о подростковых проблемах, актуальных причинах агрессии, возможно, среди подростков, поведении родителей, конечно. И вот если говорить о школьных конфликтах, то и проявления, наверное, подростковой агрессии, то этому могут быть, безусловно, наверное, разные причины. Как родителю понять, что у ребёнка проблемы и что после этого нужно делать? Ну, во-первых, я очень хочу вас поблагодарить, потому что вы про это хотите и вы говорите про это. Это очень нужно, особенно в эти времена, я могу ещё больше сказать. Очень много шума в данный момент вокруг, мы сами знаем, шум, 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 по разным темам у нас шум. Я бы хотела, если мы можем с любовью поговорить про агрессию. И я вам докажу, что это возможно в этом интервью. Да, я работаю с родителями. Вы не переслушались, с родителями. Да. Когда у меня привозят ребёнка и спрашивают, давайте сремонтируйте его. Он какой-то не такой. То есть, да, там или в школе что-то сделал, да, и у меня школа доверяет. Я обучалась, я сама мама, и школа доверилась мне, работая с родителями. Что это значит? Ну, легче всего ответить примером. Значит, приводит меня учитель ребёнка, примерно 11 лет до 13 лет. Мальчик, который очень булает, то есть, агрессивно на других в школе, с языком, уже физически видит, что он что-то, да, начинает вытворять. То есть, извините, мой русский, пожалуйста. Всё прекрасно. Ну вот. И ребёнок сидит, несчастный, глаза нету, глаза где-то здесь, говорить не хочет. И тогда я ему говорю и спрашиваю, ну, а давай поговорим про дома. Про дома я вообще не хочу говорить. Тогда я звоню родителям, встречаюсь с родителем. Приходят родители, которые не могут сидеть на одном диване. Мама и папа не могут сесть рядом. То есть, отношения их не самые тёплые, можно так сказать, наверное. Очень холодные, очень невозможно при них обсуждать что-то, да? Вообще невозможно. И пока, вот это такой очень яркий пример, но очень позитивный пример. Я очень, скажем так, спонтанно, и я этим родителям сказала, я буду говорить с вами только тогда, когда вы сможете назвать друг друга имя. Потому что они даже это не могли. Да, бывает. Моя идея и мои теории, которые я книгу пишу, моя идея, что только тогда, когда мы все вместе, это школа, это учителя, это люди на улицах, это в первую очередь родители дома, родственники. Пока мы все поймём, что это все наши дети, а не чьи-то, вот это моя идеализация мира, но я хочу, чтобы мир туда двигался. Когда, например, были в больнице, ну, когда кто-то, кто был в больнице, вы знаете, как легко там познакомиться. Ну, что проблемы объединяют. Да, объединяет проблемы. И я хочу верить, что эти времена, потом я говорила шум-шум-шум, вокруг очень большой, я всё-таки хочу верить, что эти времена тоже даны для этого, чтобы мы все поняли, что эти все дети наши. Вот, например, я знаю статистику, мне даже не надо смотреть статистику в Латвии, в мире, в Европе, я знаю, что происходит в маленькой яйчейке, которая есть в моей школе. Мне хватает этой информации, чтобы понять, что мы взрослые и создали этот мир для наших детей. Не дети стали другими, а мы создаём мир, в котором им очень трудно, мир, который их не слышит, мир, который… Мир, это значит родители, например, безразличны дома, бывают очень уставшие, согласны. Бывает, что родители плачут и говорят, ну как, мы же так устали, мы не можем, нам то, мы теряем бизнес, мы теряем работу. Всё равно, я считаю, что, конечно, зависит, какой возраст ребёнку, но очень надо понять, что ребёнок чувствует наши эмоции. Ну, это стандарт, мы знаем такую фразу. Я говорю так, вот ребёнок пришёл в школу, вот как мы родители отпускаем ребёнка в школу, подумайте, что вы им дали на брекфаст? Это не яйцо, я не про это. Сколько килограммов там злости? Сколько, какие чувства вы там на путь положили его в сумку? Какой скандал был между вами и бабушкой по телефону вчера? Как папа ругался, едя в машине агрессивно на другого? И потом мы хотим говорить про то, что происходит в школе, мы сами напитываем, напитаем? Да-да-да, формируют, наверное. Да, ребёнок, и такого мы пусть пускаем в школу, и тогда мы очень смотрим, а почему такая агрессия? А что мы сделали, чтобы её не было? Этот вопрос, пусть он ретерично стоит где-то для каждого взрослого. И да, ребёнок, значит, что делать? Да. То есть в основном это всё-таки домашние проблемы, которые отражаются на ребёнке и его поведении в дальнейшем в школе, в интернет-пространстве и так далее. Ну смотрите, я сама мама, и я не идеальная мама, я понимаю, что… Мама пятерых детей. Да, у меня двое тинейджеров, кстати, один сейчас сидит без телефона, потому что границу свою перешагнул. То есть лимит исчерпан на использование. Да, ну а как по-другому? То есть я вижу эти проблемы на себя, и я вижу, с другой стороны, есть ребёнок, который сидит у меня в кабинете. Вот такая картинка, представьте, там 13 лет, весь в прыщах, мальчик, да, агрессивный, опять там что-то не очень агрессивное, ну как-то там учёбы не так. С друзьями вообще никак. Я ему спрашиваю, а ну вот, ну как тебе живётся там так, так. Он начинает плакать, этот, который был только мачо там в коридоре, начинает плакать так, что, вы знаете, я не могу, меня так дёргают внутри, помогите. Я не знаю, как быть хорошим ребёнком, соответствовать моим родителям, и в то же время быть хорошим другом с моими, вот поэтому там в данный момент есть очень большая трудность в школах и везде, скажем, проблема, не трудность, эти вейпы, вы знаете, курить вейпы. Ну электронные сигареты вот эти вот. Это вообще сейчас очень, да, везде, и он говорит, если я не буду курить, я не могу быть с ними, а я хочу быть и там, и нормальным ребёнком дома. А как мне быть? Он меня спрашивает, а как? А я ему спрашиваю, невозможно и там, и там. Нет, он говорит, вы не понимаете, или я там хороший, или я там. То есть он стоит перед выбором. Да, и поэтому, что я хочу с этим сказать, дети не хотят быть плохими. Они понимают, плохими в таком смысле, они не хотят, чтобы родители ходили по полициям, там, волновались в школу. Они не хотят, но иногда их так трясут, что они не могут по-другому. Потому что завышенные требования к ребёнку. По-моему, самая большая, да, есть разные. Есть дети, которые действительно завышенно как-то, родители от них требуют, требуют, требуют. Есть, с которыми сами живут за границей, а он живёт с бабушкой, то есть там тоже опять нет каких-то контактов и так далее. Разные случаи, но дети очень хотят, даже если они, даже тинейджерские, да, которые мы говорим про агрессию. Если с ними говорить на их языке, они такие классные. Ну, я вам из школы могу принести столько примеров. Дело в том, что мы... Им надо знать, что мы их слышим и понимаем. Я слышу тебя. То есть, если родители задают вопрос дома, как был день? Хороший. То есть, are you ok? Ok. Если этот весь разговор, он пойдёт в телефон, и он найдёт место там, где можно побольше рассказать, как дела. А это бывают и очень страшные вещи, кому они пишут. Есть разные в Инстаграме, мы знаем, разные группы и так далее. И тогда родители говорят, да, но он всё время сидит там. Я вижу, родители настолько, они настолько боятся, иногда они боятся услышать правду. Если ты готов, как родитель, я, как мама, готова слышать, что сегодня в школе кому-то в сумке нашли вейп, что из этого всё было, просто сесть и дать эти 30 минут вечером для разговора. Быть я, вот как мы сейчас, мы вместе, я нигде в другом месте, я с вами. Но очень, очень мало процентов, которые мы даём. И мой ответ, все статистики, которые в данный момент, это очень связано с тем, что происходит в мире. Взрослый мир, который мы создали для детей, это ответствует статистике. То есть можно сказать, что родители хотят жить в иллюзии, что их ребёнок абсолютно идеален? Особенно, если он же за что-то платит. Если родитель думает, что он заплатил за то, за то, за то, то он всё сделал. Я не говорю, что все, есть очень большая волна очень других родителей. Но если мы говорим про, у нас же всё так хорошо, а почему ребёнок такой? А почему он кому-то сейчас начал там бить или кого-то там булить, да? Ну да, травить, скажем так. Да, мы же такие классные, а почему ребёнок такой? Там столько много синтетики в отношениях. У меня есть одна очень, это за школой, я тоже иногда принимаю, есть девушка, которая говорит, я сделала всё, чтобы папа мне подарил 11-й айфон. Я спрашиваю, что это? А что всё сделала? Я сделала всё. И я не знаю, сейчас слушая дети, может, я не могу это больше говорить, но есть и сексуальное домогательство, есть всё. То есть пока, как сказать, отношения с детьми, я сама себе это говорю, они строятся уже с трёх лет. Ты с трёх лет начинаешь делать контакт с ребёнком, потому что придёт время, которое натурально, тебе надо с ребёнком раздвинуться, как это? Ну то есть всё равно в тинейджерские времена вы чуть-чуть отдаляетесь. Отдаляетесь. В тот момент, до этого момента ваши отношения должны быть очень коннекшен. Тесные. Тесные, то есть контакт, чтобы ребёнок, он отделяется, но он знает, что мама и папа всё-таки где-то здесь, это они здесь, они за меня, они за спиной, они здесь. Он может что-то вытворять, ошибаться. Кстати, все тинейджеры, все дети ошибаются. Ошибки я имею в виду ложь, лгут, дети лгут. Почему они лгут, это другой вопрос. Поэтому я очень рада, что вы про это говорите. Я очень рада, что есть эта игра, если вы знаете, она называется сейчас именно для этого. Игра, которая называется «Хей мостис» на латышском. Там всё сделано приблизительно к парастайденой. Ну, простой день. Простой день, обычный. Обычный день для ребёнка. Он начинает с того, что он сделает свой аватар. Значит, это я, я вот такой, я такая. И он живёт весь день через эту игру. И то, что он получает для меня, я сыграла как родитель, советую всем родителям сыграть. Это игра для агрессии и так далее, да, и злости, всё, что происходит. Ты понимаешь, вот я живу, я тоже, я психолог, и пожалуйста, не думайте, никакие иллюзии. Нет, да, мы можем поговорить потом. Ну, ребёнок живёт, и он видит только один стереотип, как дома надо со злостью или с агрессией, как мы дома это делаем. То есть папа всегда молчит, мама что-то там или громко кричит. Кричит, да. И это всё, что я вижу. Это всё время повторяется, это такое потанч, а там в этой игре, ты видишь, есть другие варианты. О, а можно по-другому? А можно так? А можно вот так? Разные модели развития событий. Да, да. Поэтому я очень рада, что есть такая возможность поиграть. Иногда дети, которые не хотят со мной уже говорить, есть дети, которые долго будут молчать, или мы сыграем эту игру, или есть, вы знаете, песочная терапия, но это для более младших. Или я работаю с фотографиями, это фототерапия, или музыкальная терапия. Но эта игра, она очень близка к каждому дню, к каждому... Ну, будний день, получается. Да. То есть ребёнок чувствует, что он слияется с этой. Ну, а вот сейчас мы часто можем видеть жестокость в киберпространстве, скажем так, да? Это такой кибербуллинг, скажем так. И вы уже упомянули о том, что дети зачастую, не находя среди родителей возможности к этому диалогу, к этому контакту, они идут в интернет-пространство и там находят себе возможность какого-то выплеска, возможно, эмоционального. Как вы смотрите на эту проблему сегодня? Не только дети это делают, это делают и взрослые. И... Ну, смотрите, опять с примером, и так легче всего понять. Ребёнок чувствует внутри, что накопилось. Вот мы каждое знаем, что есть чувство или усталости, или то, что происходит вокруг. Накопилось вот это чувство. Вот поживите секунду, вот это накопилось. Накопилось, душа болит. Что дети иногда делают? Начинают себя резать, да? Вы знаете. Да, ну то есть это вы имеете в виду попытки самоубийства? Нет, это такое дело, что они начинают маленькие... Маленькие такие... Это очень... Я могу говорить, дети не слушают, да? Ну, возможно, слушают, а слушают и взрослые, а взрослые радиостанции. Я скажу по-другому тогда. Да. Дети начинают оскорблять, делать себе больно физически. Одно из таких более пространственных это, да, резать себя, да? И почему он это делает? Потому что боль настолько... Боль души настолько высока, что легче потерпеть боль, которая на моём теле, это физическая. Да, второй вариант или другой вариант. Есть я кому-то что-то... Скажу и то, что, да? Потому что я чувствую себя так плохо. Поэтому, я говорю, у меня всех этих детей, которые... Мне просто... Я понимаю, откуда ноги растут. Счастливый человек, счастливый ребёнок, который нормально пошёл на свой футбол дома, пришёл что-то там, мама, папа, они поели там, да, будни-будни, там какой-то маленький конфликт, решили. Это одно. Но когда ребёнок... Скажем так, я детям сказала одно такое, они это... Это проверено. Если ты чувствуешь, что накопилось, в сумке всегда должно быть яблоко. Такой способ. Почему? Потому что, когда... Вот... Когда, например, это из... Ну, animals... Из животного мира. Вот смотрите, да. Когда ребёнок... Когда животное, например, волк, там, собака, она очень злая, да, там вот всё в скулах, это скулы, да? Да, всё напряжено. Да, всё напряжено. Когда ты ешь яблоко, это всё... Расслабляется. Расслабляется, да. Это работает. И есть дети, которые мне говорят, у них в сумке яблоко, я уже утром говорю в школе, о, яблоко можно в школу, то есть... Безопасно проходить. Да, да, да. И ещё... Ну, как я на это смотрю? Я понимаю, мы не можем помочь всем и никогда не сможем помочь. Но если какой-то родитель, взрослый человек, он видит на улице ребёнка, не оставайтесь безразличны. Да. Потому что иногда бывает, и, кстати, дети это и говорили, например, я как взрослый человек, я сказала одну фразу и забыла. А для него это было. Ну, они говорят, make my day, you made my day. Сделал мой день. Да. Таком... Да, или... Поэтому, если вы видите, или в магазинах, там, не знаю, молодёжь начала курить, вы видите это, ну, не проходите мимо, подойдите, спросите, поговорите про спорт, про музыку. Да, есть риск, что они вас пошлют. Но легче так, чтобы... Есть шанс, что кто-то прислушается к этому. Это, знаете, как вот у Хемингуэя, не думая, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. О! Ну, то есть, это касается нас всех с вами. Даже несмотря на то, что, возможно, у кого-то нет детей, может быть, кто-то там спешит куда-то. Вообще, есть дети или нет, я, ну, это я много работала и с мамами, и вообще, там, моя миссия, и то, что я делаю, это... С родителями контакт. Я работаю с родителями, особенно с мамами. И это не значит, что если ты мама, ты заботлива, а если ты не мама, ты не заботлива. Это не про то. Есть родители, которые с много детьми не заботятся, есть просто духовные, душевные люди, которые видят ребёнка, им не надо рожать, чтобы отдавать свою любовь. Так скажу. Есть люди, которые, а, я так хочу ребёнка, мне получается, но ты же можешь всегда кому-то или адаптировать, или просто быть крёстным в большом смысле. У нас есть два ног, надевайте, пожалуйста, наушники, давайте примем радиослушателя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 Ну, сейчас либерализм запрещает детей как-то доказывать. Дети очень балованные. Если 10 лет назад начались проблемы в школах, учителя просто уже боятся этих детей трогать, ну, что придут родители откуда-нибудь там, депутаты, и начнут увольнять потом из школ этих учителей. Вот, запугали просто. А сейчас уже в детских садах дети посылают, понимаете, я просто беседовал с учителями детских садов. То есть, это как бы детский мир. А во взрослом мире это уже давно идет вот это вот как бы рассвоение общества, да, то есть если за границей там как бы считаются домашними животными, что их нельзя как бы, ну, надо с ними считаться. А с людьми у нас вообще никто не считается уже давным-давно. То есть, например, запретили русский язык. У нас не запретили русский язык в Латвии. Сдавайте, пожалуйста, вопрос, уважаемый радиослушатель, у нас психолог в эфире. Так вот. Да, пожалуйста. Так вот. Некуда обращаться. То есть, я ходил по психологам, сначала с ребенком ходил, потом уже сам, у самого начались проблемы. Психологи вообще не врубаются вот в эту систему. У них там все идет стандартно. Это все из детства, вы не берете ответственность на себя. То есть, это какие-то... Понятно. Ваш вопрос какой, уважаемый радиослушатель. Мало времени у нас, к сожалению. Мы не правильно учат таких психологов. Спасибо. Спасибо. Ну вот вопросов, по всей видимости, нет. Но вот такая реплика о том, что, наверное, родитель в данном случае в приоритете учителя и ребенок в приоритете, чем учитель. Учитель более уязвим, возможно. Я так поняла мысль нашего радиослушателя. Нет, ну знаете, он огорчен, наверное, опыт не очень хороший. Я сама родитель, мои дети учились и учатся в обычных школах. Я знаю, что происходит, я знаю разницу. Но про детей, они все-таки продукты взрослого мира. Это значит, я согласна. Я согласна и с тем, что я услышала, кстати, да, у меня пять детей, но у меня дома более-менее границы и дисциплина. То есть, я это делаю, и отец детей, понимает, что без этого вообще мы даже покушать нормально не можем, если у каждой тут будет, ну, пять детей, вы понимаете. И, то есть, это один. И другой, я согласна, что границы расплелись. Ну да. Стали более размытыми, наверное. Но это, во-первых, как я уже говорила, мы начинаем делать отношения, и границы нужны детям с детства. Для чего? для, чтобы они чувствовали себя safe. С безопасностью. Безопасностью. Дисциплина, это синоним безопасности, так как я вижу в практичной жизни. Если мы даем ребенку чувствовать, что он король после трех лет, там, пять лет у Яроши, и у меня будет король, единственный ребенок, там, не знаю, фаберже, это-то, яйцо, ну тогда, ну, то есть, взрослый должен понимать, что он воспитывает ребенка, которому будет нужда жить в этом мире. Он не может жить в космосе, там, с Элоном маском. в каком-то, да, и поэтому, там очень много слоев, ну, это очень мало времени у нас, но вообще-то, если кто-то из родителей прислушался, я сама обучаюсь, есть такая доктор Шефали, Шефали, др, Шефали, в Инстаграме и везде в Ютубе, это для родителей, если даже тинейджер у вас какой-то очень острый такой в данный момент, и вам как-то нужно самим субпорт, помощь, да, обратная связь, как бы. Также в Латвии очень хорошо работает психотерапевт детей Нилс Сакс Константиновс, он даже сделал центр, я знаю, на улице Чака, есть для детей, для детей любого возраста, которые идут одни уже по улицам, для такого возраста я могу зайти туда в любой момент, когда у меня плохо, или я начала какие-то вещества употреблять, то есть двери для тебя открыты, очень мало информации про это, но есть центр для молодежи, открывает тебе, все помогут. Ну вот вы сказали о том, что если ребенка воспитывать и представлять его в глазах как яйцо Фаберже, то это может вылиться в какие-то последствия в дальнейшем для его жизни, он будет не приспособлен, как я поняла, к жизни, но ведь с другой стороны, как сформировать психически устойчивого ребенка в контексте всех тех событий, в которых мы находимся, и в частности это интернет, о чем мы с вами говорили, потому что даже взрослому человеку, у которого сформировавшаяся уже самооценка, как кажется, иногда сложно читать какие-то комментарии, какие-то хейт, так называемые, в интернете, это может очень сильно ранить. Конечно, взрослый человек, возможно, уже более критически смотрит на это, но ведь ребенок воспринимает это очень-очень-очень больно, согласна и для детей, и для взрослых. Но вообще-то я не верю в людей, которые говорят, им все равно. Может, есть люди, которые просто не читают, согласны, но не все равно. И вопрос у нас сейчас мы говорим? Вот как воспитать, если можно так сказать, психически устойчивого ребенка в отношении вот этого хейта, опять же, если мы говорим об интернет-пространстве. Давайте я про идеальный вариант. Да, давайте. Идеалы. Во-первых, мы как родители готовы к ребенку. Осознанно готовы к ребенку. Это значит, что у нас будут трудности, но мы готовы к ребенку. Ребенок не случился, и даже если он случился, и он пришел в наш мир, мы подготовились, поэтому женщине дается 9 месяцев, чтобы она подготовилась и так далее. Это одна тема. Когда ребенок растет до 3 лет, да, ну так говорится, до 3 лет ты не можешь его избаловать до 3 лет. Потом уже начинаем ставить какие-то границы. Действия, последствия. То есть ребенок что-то сделал, есть последствия. Всегда. Ну и ответственность он должен есть. Ответственность, да, мы медленно ему к этому, то есть невозможно кому-то там что-то сказать и не будет последствий. То есть мы приучаем к этому, мы говорим, мы рассказываем. Если папа, как я уже напомянула, это классика, папа едет за рулем или мама и очень, да, и она там начинает ругаться, там, да-да-да-да-да-да, как это все тут рулят, неправильно, что тут происходит, ребенок все это напитается. То есть о, вот урок я выучил, если мне кто-то не нравится, я его матом. Ну, то есть скопирую то, как ведет себя в родителе. Да, да, и если мне вот как у нас тоже звонил слушатель, он говорил, что вот так и так и так, в идеальном мире, как уже я говорила, мы все за детей вместе стоим. Детский сад, школа, это мы все, и мы все в данный момент нам надо всем обучаться, воспитываться себе как родителями. Как очень важно, что ребенок понимает, что есть баланс, то есть есть работа, есть отдых, это баланс. Работа это почистить комнату, посуду помыть, ему не надо всегда платить за это. Я знаю очень много родителей, что платит 2 евро, 5 евро, помоешь комнату, 5 евро. Мы можем спорить на этот вопрос, но я все-таки считаю, что ребенку за собой он убирает, чистит, это тоже, то есть я живу и я сам в заботе, чтобы это было чисто. То есть у меня, например, в школе была ситуация недавно, что ребенок говорит, я ему сказала, знаешь, кто вижу твой стол, такой бумаги, карандаши под столом, он мне говорит, а это ничего, у нас же есть уборщица в школе. То есть вот это, то есть это не его зона ответственности. Он даже может, то есть это такой реальный пример. Ну вот говоря все-таки о устойчивости к окружающему миру и принятии его реальности, потому что он ведь тоже может быть и жесток, и агрессивен, мир, с которым сталкивается ребенок, как вы уже сказали, невозможно отправить, наверное, ну возможно потенциально отправить слоном маском куда-то ребенка, но все-таки это в будущем, в ближайшей перспективе. Может ли ребенок стать абсолютно свободным и независимым от того, что обо мне подумают. Вы знаете, ведь взрослые часто становятся заложниками этого, а что обо мне скажут, что обо мне подумают, это такая, как мне кажется, серьезная проблема, что касается детей. Я еще не досказала одну вещь, что мне показалось очень, я сейчас вернусь к этому. Очень важно детям говорить про злость. Мы все иногда сердимся, но без иллюзий, вы говорите реальный мир, мы все иногда сердимся, но как это сделать к нормальным, ну скажем, нормально, чтобы никто из этого не пострадал, это мы тоже, что родители должны выучить, это как ребенка, я сейчас с кавычкой ставлю, как ребенка наказывать, это одна история, и как он умеет со своей злостью обращаться, управлять, управлять, это тоже навык, это навык, нам надо учиться, ну как родителям, потому что наши родители не учились этому, то есть, это очень, я скажу так, ребенок может говорить на трех языках, на пять языках, на шесть языках, там по математике быть там очень крутой, извиняюсь, но он не умеет справиться с собой, эмоции, он то есть не умеет ни с кем дружить, ну зачем тогда это все, куда он это все положит, да, он может сидеть один когда-то в офисе, действительно он будет следующим, не знаю, Элоном Маском, гением, но если он хочет быть между людей, нам надо эти навыки, социуми, да, социально, нам надо учиться, эти навыки. Ну а что касается зависимости от мнения окружающих, должен же ребенок быть от этого свободным, или все-таки это невозможно? Ну про какой возраст? Ну наверное о подростках мы можем говорить, о подростках очень нужно, очень нужно, они очень чувствительны к друзьям, и что они говорят? Оценки окружающих. Да, мы которые, лайк, мы говорим в фейсбуке, лайк, лайк делаем, да, то им это очень нужно. И, да, там про подростков очень много что говорить. Девушка, которая, мальчик, который она влюбилась, да, первые чувства, они, кстати, это очень большая тема, что родители думают, ну это же не любовь, ну что это тебе 12 и 11 лет. Ну не надо недооценивать то, что ты испытываешь в этот период. Это первый раз, это очень острые чувства, и это первый раз ты не понимаешь, тебя ломает, твое тело, как это, это же, то есть он даже сам не понимает, если родитель в этот момент говорит, что это дурь, выбери эту дурь из головы, какая любовь, ты про что говоришь? То есть мы уже, то есть родители обесценивают то, что испытывают ребенка. То есть не в одной команде. Все, это у меня самое, самое, самое острое, что со мной происходит. Мама или папа сказала, ты что? Это ерунда. Или посмеялись, или так далее. То есть, ну, тинейджерские любовь, очень, очень важный опыт вообще в жизни человека. У нас еще есть звонок, надевайте наушники снова. Здравствуйте, мы слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Лариса. Смотрите, я жила с мяниками, вернее, они с нами жили до 4 лет, и вот в двух случаях, в 3 года, я поняла, что у него очень хорошо развито чувство собственного достоинства. Так вот, я что хочу сказать, если родители и окружающие это не признают и не уважают ребенка, не считаясь его мнением, как его мать говорила, мой ребенок, что хочу, то и делаю с ним. У него тогда действительно может появиться и агрессия, сначала недоверие, а потом уже агрессия к окружающему миру. Я права или нет? Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да. Вы можете пересказать, Ива, мне этот вопрос еще раз. Ну, насколько... Как вы услышали? Да, появляется ли, то есть, если родитель максимально старается навязывать, скажем так, то, что он считает нужным и важным, и у него появляется, у ребенка, из-за этого появляется агрессия к окружающему миру? Во-первых, ребенок всегда хороший. То, что не очень иногда хорошо, это его поведение. Ты у меня, в любом возрасте, ты у меня, я всегда за... То есть, ты мне действительно самый близкий человек, я застаю за тебя, но... Да. Если это, это, это или это, это уже будет последствия. Угу. Упомянулась очень хороший термин собственного достоинства, чувство собственного достоинства, очень важное качество. Спасибо. Бабушка-то, я думаю, была по голосу, да, извините. наши слушательницы. Да, ваши слушательницы. То есть, собственное достоинство. Ну, я скажу одним словом, баланс. Невозможно ребенку дать это чувство. Не хорошо, если мы даем чувство ребенку, что он самый, как я говорила, король. Да. И то, что ты... Ну, унижать ребенка, скажем так. Вот эта грань должна быть какая-то, золотая середина отношений. Но это как мы воспитываем ребенка, что мы хотим, чтобы он был как щенок, или мы делаем его как... Послушный такой. Да, или как солдат. Это какой у нас, смотрите, во-первых, я очень много читаю биографии знаменитых людей. И совпадает одна точка. Точка. Вот вы, которые, может, люди уже постарше, слушатели, они могут согласиться или нет. Например, если тебе было в жизни очень большие трудности, но ты из них перестал кого-то винить, ты уже в другом уровне, ты взял ответственность за свою жизнь, свои руки, несмотря на то, что откуда ты начал и сделал какую-то из этого очень прекрасную жизнь, да, то есть достиг чего-то. Каких-то успехов. То есть детям должны быть трудности, и родителям очень трудно, и мне очень трудно смотреть, если ребёнок страдает. То есть ему там, ну, например, там, пришёл из футбола там что-то там в крови, то есть ему боль, он страдает, знаете, такой родителям трудно. Но с другой стороны, я всегда внутри чуть-чуть радуюсь. Какой молодец! То есть он понял, так, это было больно, но этот из чего состоит, ты переборол, то есть это уже твой ресурс. Ты знаешь, если трудно, в чём это хорошо, в чем-то это уже хорошо. Ты преодолеваешь. Да. Если мы, кстати, очень часто, это очень часто, если особенно один ребёнок растёт, и не дай бог, маме только, мальчик растёт один, она делает очень много вместо его. Есть очень хорошая книга Некрасов, Анатолий, русский психотерапевт. Книга, по-моему, называлась «Любовь матери», в прямом смысле, «Любовь матери», насколько это неправильно любить сына с этим огромной любовью, да, то есть такая всеобъемлющая любовь. Это очень, то есть кому интересно, если мама воспитывает сына одного, пожалуйста, прочитайте эту книжку. И да, не знаю, если можно вывести одно слово «баланс», и трудности ребёнку должны быть с трудностями, ну, не в трёх лет, но начиная школу, школа – это уже трудно, вставать по утрам трудно, и поэтому родители, которые до школьного возраста детям не давали трудности, школа уже по себе начинается трудно. Испытанием становится. Уже как это? Я должен вставать, идти, что-то делать с другими там общаться? Я не хочу. То есть до школы надо социальные эти навыки уже. Это ответственность родителей. Я даю своему ребёнку навыки, чтобы он в школе чувствовал себя уже свободно. Это не только про математику или про алфавит. Это то, к чему жизнь ведёт дальше. Бывают ведь случаи, когда ребёнок становится, может быть, таким заложником, становится в ловушке амбиции или, может быть, нереализованных мечтаний своих родителей. Когда родитель, скажем, чего-то не добился, он пытается реализовать и сделать эту проекцию уже в своём ребёнке. Вот какие от этого могут быть последствия? Приходилось ли вам с этим столкнуться? Да, 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 да. Есть сразу, у меня есть пример, мальчик, то есть папа очень несостоятельный, мама сама, она говорит, я ничто в этой жизни. Ей 33 года, и она чувствует себя ничто, ничего не достигла. Нереализованная сына, нереализованная, да, и есть этот одинственный сын. Ну, вы знаете, я бы не хотела быть ребёнком у этой пары. То есть, мама его по всем кружкам, туда, сюда, но когда ей, например, и так, она настолько чувствительна, не дай бог ты ей скажешь, что может что-то там слишком много, она смотрит на мир каким-то линзом, чтобы только что-то не упустить, чтобы только, не со своей жизнью заниматься, а это всё переборщает и всё этому ребёнку, ребёнок сидит у меня, и всё, что он хочет, это отдохнуть. Просто отдохнуть, посидеть, потому что дома невозможно, ни 30 минут мультиков, ничего нет, это, 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 это. И мамы тогда, ну, надо, ну, я встречалась с этой мамой, я ей спрашиваю, а к чему вы его готовьте? То есть, к чему? И она не может, ну, ответить. То есть, так как вы сказали, это нереализованность себя, и мы это, ну, ложим в ребёнки. И он ломается в какой-то момент, ребёнок от этого? Ну, какой нагрузки, эмоциональной, наверное? Честно, он начинает или не спать, ну, то есть, сон, когда он перегруженный, бывает, что с едой что-то, или в одну, или в другую сторону, или переедает, или не доедает, или начинает, если это девушка, с, это там, eating disorders, когда, ну, нет, всё, что с едой связано, анорексия, да? Анорексия. И разные такие, и тогда последствия, и потом уже тогда родители опять начинают спрашиваться, от чего это? То есть, ребёнку обратиться обратно в этому вопросу, как создать эти, как вы говорили, здоровый такой, чтобы он вырос здоровым. Устойчивый, психологически устойчивый. Нужен отдых. И как это понять, достаточно мой ребёнок отдыхает, да, или достаточно он, это смотрите на него. Если он, дети вообще всё показывают. Если он засыпает, я не знаю, в машине там, или ещё, или утром очень трудно встать, или начинает писать в кровать в возрасте, который он не должен, да, то есть, если случается это, то мы психологи говорим, что это слёзы чего-то, да, опять, ну, я знаю, что как-то прыгаю, но я хочу так много сказать, наверное, больше в книге моей дальше будет. Больше. Как называется ваша книга, может быть, для наших слушателей? Ну, пока, пока это процесс. То есть, названия ещё нет? Названия ещё нет. Ну, мы надеемся, что увидимся с вами ещё, и поговорим в том числе о вашей книге. У нас ещё и звонок, наверное, под занавес эфиром, мы сможем его принять. Слушаем вас. Скажите, почему, если жертва во время травли не высказывает своё возмущение к злодею, то у жертвы возникают проблемы с психическим и физическим здоровьем? Да, спасибо вам. А вы поняли? Если жертва во время травли не высказывает своё отношение... А что такое травление? Ну, как буллинг, во время буллинга, скажем, не высказывает своё отношение к злодею, ну, то есть, накапливается, может быть, наш одесслушатель пытается перевести его, опять же, я сомневаюсь, тоже поняла его полностью, но если накапливается в себе, вот вы говорили о том, что начинаются какие-то даже физические, люди начинают делать себе физические увечья для того, чтобы это эмоциональное состояние как-то вывести наружу, потому что не могут его выплеснуть. Вообще, я очень жертва. Это, я говорю, это не, ну, скажем так, это не позитивный герой. Смотрите. Давайте про взрослый мыр, чтобы детей сейчас, да, но чуть-чуть мы поймём, жертва, ну, смотрите, всё легко, у женщины трое мужей, и все три пьёт и бьёт её, она жертва, это просто совпало, что все три её бьют, нет, она выбирает это, да, это осознанно, конечно, это взрослый человек. Сейчас обратно к детям. Я своим детям учу, я, ну, разговариваю и учу, и также в школе. Если один раз тебе кто-то делает, скажи ему «нет». Да, я обучаю детям говорить «нет». Громким голосом, девочкам, которые такие хорошие, такие крестьяльные, они не могут плохого слова сказать. В моём кабинете они учат просто говорить «нет», отстань от меня. вот именно таким голосом. Значит, даже этого голоса в этой девушке нет. Но ей нужно, чтобы выживать, да? Давать отпор. Давать отпор. Это не значит сразу быть агрессивной. Дай один раз, второй раз, третий раз. И я говорю тогда уже какому-то взрослому человеку, это учитель, взрослый человек, если он ещё тебя доставает. Я знаю, что очень много родителей сразу говорят «тебя бьют, бьи обратно». Дай сдачу. Дай сдачу. Не очень так к этому я могу сто процентов согласиться. Нет, я вижу, что из этого происходит, потому что ты попадаешь в этот круг, и всё равно этот круг надо как-то распутывать. распутывать. Поэтому мы не должны упускать время, когда ребёнку 4, 5, 6, 7 и так далее лет. Придёт это время, когда будет действительно шоу, потому что шоу must go on. Да, должно продолжаться. Родители должны, знаете, как пристегнуться, дышать и понять, что будет времена, когда ребёнку будет очень трудно с гормоном и всё остальное, и надо его поддержать. В том же смысле нельзя родители иногда, знаете, как вот ребёнок ошибся, что-то, например, из магазина взял, стащил, да, стащил, или, я не знаю, что-то плохого учительнице сказал. Это разные ошибки. Это просто ошибки, мы все ошибаемся, но я считаю, что это такая площадка учёбы. Мебёнок учится, учится жизнь, что мы дальше с этим делаем. стащил что-то из магазина, но кто это не делал? Есть, которые это не делают? Ну, то есть, моей старшей дочке 24 года, я лет, наверное, 10 назад сидела в полицейском в этом, как её называется? Участке. Участке, потому что, да, девчонки вместе придумали что-то стащить. Ну, это был единственный, но очень, знаете, для меня, мне первое показалось, как у родителя, значит, я плохой родитель. Ну, да, первое. Я могла, значит, на неё очень дома мы могли орать, там, наказывать и всё остальное. Мы посчитали как-то нужным, узнать, как это произошло. Найти причину. Найти причину. И это такой большой разговор, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо вам за эту беседу, и я думаю, что мы ещё вернёмся в эту студию и продолжим разговор, так как тем ещё осталось много, и поговорить обо всём мы не успели. Спасибо вам. Спасибо, Ивана. Я напомню, что психолог британской школы Влад Винга Берзин была с нами. Спасибо, всего доброго и до свидания. До свидания. Ивана.